...бороться против крипчиков и миньонов. С трудом слушаю я Игоря, потому что Зак уже последние 40 секунд изображает, как он кидает воробья за Свейна и различные... Пеатричи. ...различные... Никто не может отдать дабл-баф во время ганга, что тоже очень важно. Ну и первая игра один на один у нас стартует. Борются сейчас команды из Латинской Америки Север против команды из Японии. Тот, кто убьет первые 100 миньонов, вышку сопернику или прольет первую кровь и окажется победителем один на один брекета. Вообще в ситуации, когда против тебя рингар, я не знаю, как можно закончить игру именно по фарму. Поэтому будем надеяться, что здесь будет либо пролита первая кровь, либо же пролита первая кровь. Ну, это единственная ситуация. То есть, либо рингар убивает Свейна, либо Свейн спушивает вышку. То есть, до 100 миньонов, скорее всего, дело не дойдет. Очень много урона уже от Оди проходит по Эви, и Эви вынужден отступать. Воробья пока нет. Ай-яй-яй, идет изнурение по Эви. Ничего себе, сколько урона! Но также изнурение идет и по Оди. И Эви выживает. А Хеллспоточек-то много. Оди зафейлил. И сейчас Свейн что будет делать? Будет играть свой сустейн. Будет пытаться пересустейн. Отпеваться. Но он не сможет очень быстро запушивать линию. Ай-яй-яй, Эви может стрять! Нет, снова нет. Ну, Хеллспоточки как раз-таки уже начинают потихоньку заканчиваться. И Воробей пошел! И идет воспламенение, но Рингар убивает. В итоге оппонента, Оди, у нас оказался сильнее. С ним мы, конечно, уже двинемся потихонечку в игру, где у нас Эш с Экзост Игнайтом против Насуса. Алло, слышу? Переживает. Переживать можно сколько угодно, но здесь надо побеждать. Пока Иван Рэлл не делает ничего сверхъестественного. Иван Рэлл спокоен, он идет к победе. Лидирует на 9 миньонов. После этой пачки может и посильнее. Вот и пошла инициация здесь. Вот инициация пошла. Здесь Аша с Экзост Игнайтом. Она будет пытаться убить Иван Рэлла, но Иван Рэлл никак ей не позволит себя убить. Юзайн еще одно поле. Чуть-чуть не хватило. Ну, плакер, но на самом деле нет, потому что стратегия... Не мобильным персонажем Дрейван. Ставлю на сейв. На все, что есть. Вилкос в один на один. Ну, может быть, конечно, Церес покажет какой-то ультракласс. Ну, вообще, на самом деле, весь класс там... Не должен подпускать Цереса к миньонам. Но, как мы знаем, не обязательно Вилкосу подходить к ним, чтобы достать с помощью своей кушки. Тратить... Вот так их не стоит. Какой-то это сматчап! Все очень близко. Но, по-моему, Церес ждет момента, когда до него пачка миньонов дойдет, и помешать ему точно не удастся. Ой-ой-ой, а он еще и пропускает одного. И Сея здесь может уже погибнуть. Да, это, скорее всего, будет минус Сея сейчас... Последний миньон. ...побеждает Церес. Все-таки этот рекол, это сбивание Бека... ...будет играть на Трангле. На Трангле? Точно на Трангле. Может быть, это... Точно на Трангле? Что поделать? У, наконец-таки можно сейчас отпиться. Отпиться от Крипчиков. И ХП восстановить. Тараток трекхардит, потеет. Очень сложный матчап у него. Играет против Трангла, особенно с барьером. Ну и в вышке здоровья мало остается. Либо же добить всех миньонов. Кстати, Порк сейчас может и погибнуть. И Порк юзает ультимейт. Юзает в барьер смысле. И первая кровь. Тара побеждает. В интенсивном матче. Не дооценю возможности Нерзулы. Но все-таки у нас одинаковый матчап. Одинаковый с кушкой от МФки. И, по-моему, Тассел собирается пораньше агрессивничать против своего оппонента. И сейчас за счет тех миньонов, которые рейнджевики были и постоянно наносили по Тасселу урон, Тассел потерял достаточно много ХП. Ну и к тому же у Нерзула взята Ешка. О, очередная кушка попадает по Нерзулу. У Нерзулу появляется уже второй уровень. Он раньше запушил. Идет у нас Оловин. И издурение воспоминания. Но по Нерзулу очень много урона. Тассел побеждает в этом один на один. Уже на втором уровне обеспечивая.